Коллеги, давайте проверим связь. Слышно, слышно, не слышно? Поставьте огонечки, плюсики в чат. Ага, все, отлично. Видно, слышно. Давайте начинать. Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на третьем нашем вебинаре, который, собственно, подытоживает цикл наших встреч, посвященных системе распределенного управления заказами Axelot.dom и логистической платформой Axelot.sem. Состав команды, как, в принципе, и всегда неизменен, традиционен. Я надеюсь, что он вам уже полюбился. Снова с вами я, Волгой Андрей, и сногсшибательная Ирина Киселева. Вот. Три слова о тайминге. Как обычно, да, мы заложили 45 минут на вебинар, но сегодня мы решили не ограничиваться, да, так скажем, временными рамками. Даже если мы там превысим время, да, и тайминг вебинара, то мы все равно будем отвечать на ваши вопросы, потому что, да, как бы живое общение, пусть и в формате вебинара, оно всегда, собственно, лучше, да, чем ответы на вопросы по почте. Вот. Поэтому не стесняйтесь, задавайте ваши вопросы в чат или блок вопросов. Мы будем на них отвечать сегодня на все. И позволю себе напомнить, да, что на прошлых вебинарах мы говорили о блоках планирования исполнения в рамках логистической платформы. Мы рассмотрели, как выглядит процесс исполнения цепочек поставок за счет обмена информацией со складскими транспортными системами. Также мы разобрали, что входит, собственно, в процессы планирования, какие стратегии построения оптимальных цепочек поставок могут быть реализованы, да, в системе, чтобы обеспечить, собственно, поддержку принятия решений об использовании тех или иных цепочек поставок в каждый конкретный момент времени. Вот. А, собственно, сегодняшняя тема, да, тема сегодняшнего вебинара посвящена процессам учета стоимости, да, как непосредственно товарных запасов по сети, так и логистической составляющей этой стоимости. В этих процессах также, собственно, используется информация из исполняющих систем в виде фактических затрат, в виде данных, да, фактических затрат. А ключевые, собственно, цели в этом блоке – это точное распределение логистических затрат на каждую перевезенную позицию, формирование логистической себестоимости запасов по сети и анализ маржинальности продаж. Вот. Также хочу отметить, да, очень важный нюанс. На предыдущих вебинарах я тоже это отмечал, вот, и сейчас тоже заострю на этом внимание. То, что система дом, да, обладает определенной гибкостью, да, и возможностью подстраиваться под уже настроенные бизнес-процессы в компании, да, если это, собственно, необходимо. Данная особенность нашей системы дом также и применима и к финансовой части, к финансовому блоку. И мы, как вендор, как разработчик данной системы, не навязываем, да, жестких правил и подходов к учету. И не пытаемся своей системой, там, например, заменить, да, или, там, продублировать учетную систему заказчика. Собственно, отнюдь, да, если корпоративные учетные системы предъявляют довольно жесткие требования к учету, да, то система дом расширяет спектр финансовых данных и показатели, к которым может обращаться пользователь, да. В том числе дом занимается поставкой детальных данных и занимается сложными распределениями затрат, да, которые невозможны в стандартных, там, учетных системах. Вот, собственно, тема сегодняшнего вебинара очень важная, да, устраивайтесь поудобнее, слушайте, вникайте, применяйте свои, на свой бизнес эти процессы, да, и, собственно, не задавайте, задавайте вопросы. Вот, Ирина, пожалуйста, тебе слово, расскажи нам, собственно, как это все работает. Спасибо за такой развернутый ввод. Ну, да, действительно, я бы хотела, чтобы мы вот в ходе моего рассказа, скажем так, действительно, слушатели обратили внимание на то, как входы, как результаты работы дом, как специализированные все-таки системы по управлению спешками поставок, системы планирования могли бы дополнить их управленческий учет, как можно было бы использовать, расширить, скажем так, да, действительно спектр данных, которыми мы начинаем обладать при помощи такой, как бы, ну, специализированной системы, и вот, собственно, вот именно с этим акцентом, да, вот я призываю примерить этот функционал на свой бизнес. Напомню, собственно, об оптимизационной задаче в дом, которая состоит в том, чтобы для каждой потребности подобрать оптимальный источник обеспечения, причем именно с точки зрения баланса совокупной стоимости цепочки поставок и соблюдения всех требований к уровню сервиса. Сюда, конечно, сроки входят в первую очередь, там, полнота исполнения заказа, гарантия наличия товара, да, в нужный момент на нужном складе отгрузки, но, как бы, главная идея – это именно баланс стоимости и, скажем так, гарантии. Если посмотреть на вот эту верхнюю уровню функциональную архитектуру, которую мы каждый раз показываем, мы можем увидеть, что финальные исходящие потоки после завершения вот этих основных процессов, планирования, обеспечения, исполнения, вот все, о чем мы говорили ранее, вот, исходящие потоки – это как раз данные о логистической себестоимости исполненных цепочек поставок и исходные данные, скажем так, инициации расчетов с клиентами. То есть какие реализации были выполнены, что было отгружено по факту, и какие логистические расходы должны быть отнесены на эти реализации или в явном виде выставлены клиенту. Причем это же может относиться и к другим потребностям, к другим заказам, которые у нас на вход идут, к потребностям. Это могут быть и логистические затраты относительно входящей логистики, закупок, перемещений. Это может быть дискретно, может быть во всей цепочке уже в разрезе клиентских заказов, ради которых, собственно, все эти цепочки строятся. Вот, то есть это и есть, скажем так, конечный продукт работы системы, логистическая стоимость и входы в расчет с клиентами. Собственно, мы вводим этот термин, сам логистическая себестоимость, вот в контексте именно задачи планирования скотча поставок, и под этим понимаем именно полные логистические затраты, включая стоимость как внешних провайдеров, это могут быть транспортные компании, складки, операторы, то есть услуги всех провайдеров по цепи, которыми мы пользуемся. Также это может быть и оценочная стоимость логистических операций, выполняемых собственными силами. Зачастую это довольно сложно, да, вот придать массовую оценку собственным ресурсам, да, внутренним, которые используются, да, там, складские площади, собственные, собственный парк и так далее. И, в общем, это тоже требует определенной оценки и участия, то есть включение этого общего логистических затрата, да, который нанесен и ничего не должно остаться неучтенным. При этом, почему логистическая себестоимость, почему здесь, ну, не просто затраты, да, потому что она формируется путем распределения на единицу товарных запасов, делается по каждому управляемому узлу логистической сети, и именно уже в сочетании со стоимостью приобретения формирует их полную управленческую себестоимость, которую обычно мы имеем дело уже в учетных системах, да, поэтому термин себестоимость, он в первую очередь за счет такой распределенной уже такой синтетической природы этих затрат, поэтому мы используем этот термин, чтобы отличать затраты, да, как бы прямые, с которыми мы имеем дело, как вход от уже там некой синтетики, да, которую мы в учете сделали. Учет вообще логистических затрат, именно затрат, он сопровождает весь сквозной процесс в системе и планирование, исполнение и распадается на блоки, естественно, связанные с плановыми и фактически затратными. Вот, для расчета плановых затрат, естественно, предусмотрено введение тарифной базы по видам услуг, причем в двух независимых разрезах. Это расходная часть, можно сказать, это усредненные индикативные тарифы провайдеров транспортных, складских услуг или внутренние тарифы, вот как раз о чем я говорила, для плановой оценки наших собственных затрат, которые мы в принципе так или иначе несем. Также есть понятие доходной части, это отдельная тарифная база, это тарифы для покупателей, наших клиентов, для расчета стоимости доставки. Причем эта история совершенно независимая, мы можем формировать вот, собственно, вот эти, стоимость этих услуг и включать ее в полную стоимость заказа клиента, об этом немножко позже расскажу, когда мы до расчета с клиентами дойдем. Вот, как вообще, какие подходы к формированию расходной тарифной базы? Создается она обычно на основании статистики фактических затрат по направлениям перемещений, да, то есть это некая статистика за прошлый период, скорее всего по данным ТМС, конечно, да, то есть максимально приближенная к реальности. И, ну, при этом базисы тарификации в дом и в ТМС, они, конечно, будут отличаться. При планировании в дом более универсально использовать объемные базисы, масса, объем, объемный вес, то есть что-то, что позволяет какую-то синтетику получить и не привязываться к консолидациям, которые могут произойти на более поздних этапах уже за счет ТМС. Вот, ТМС тарифы уже будут фактически отражать тариф с конкретными уже провайдерами по видам перевозок, там, ЛТЛ, ЛТЛ уже может быть. Вот, наша же задача промоделировать максимально, как бы приближенно к, скажем так, единице товарного потока эту историю. Вот, как построена работа теперь с фактическими затратами? Ну, здесь главный принцип – это уточнение по мере поступления факта, да, то есть мы должны были вот эту инфраструктуру продумать, как это делать, да, потому что факт приходит нам постепенно, а картину полную нужно иметь в каждый момент времени, да. Планы поставок у нас передаются на исполнение в ТМС, я напоминаю, да, уже все знают об этом из прошлых вебинаров. Происходит это в виде отдельных заявок на перевозку по каждому этапу перемещения вот того плана поставок, который был сформирован при планировании. Вот, в разрезе рейсов ТМС уже регистрирует свои входящие счета перевозчиков, это вот тот самый первичный факт, первичка, и формирует факт, да, на своей стороне. Вот эти фактические затраты с уровня рейсов распределяются на заявки на перевозку, вот на исполненные заказы наши на обеспечение по уже какому-то выбранному базису, да, то есть это первый этап распределения. И таким образом у нас сформируется факт по каждой схеме обеспечения, да, то есть на каждый сегмент мы получили факт уже распределенный, и в свою очередь это все относится на заказы на обеспечение, которые мы выполнены, заказы клиентов. То есть речь идет, обратите внимание, о двухэтапном распределении, здесь можно спросить, зачем так сложно, вот, но именно это позволяет учесть любые схемы, то есть это позволяет на каждом звене моделировать дополнительную консолидацию. Она может быть как на стороне дома, так и на стороне ТМС, то есть любой вариант возможен, и вот это двухэтапное распределение позволяет, ну, решить, скажем так, проблемы отнесения прямых, ну, вот этих вот входящих счетов от перевозчиков наиболее правильным, я бы сказала, справедливым образом в отношении каждой цепочки поставок, которая была выстроена, да, то есть это не будет, скажем так, компромиссом, да, когда мы, ну, как-то усредненно, как-то относим, да, там, это будет очень точно на каждое плечо, на каждую, на каждую партию груза, да, и, скажем так, бескомпромиссно, точно. Ну, и возвращаясь к истории процедуры планирования, давайте рассмотрим, какие аспекты вот стоимостной оценки решений входят в эти самые процессы с планированием, когда мы рассматриваем доступные запасы, возможности перемещения, закупок, консолидации какие-то уже на стороне дома, возможно, делаем по магистралям, время рассчитываем. Так вот, параллельно со всей этой историей, да, физикой, построением, там, анализом запасов у нас происходит тот самый вот финансовый процесс, который сопровождает, а именно рассчитываются по тарифной базе плановые расходы на логистические услуги, по каждой схеме, по каждому звену это происходит. Здесь же происходит сразу же процесс распределения, то есть это одновременно происходит, то есть на каждую позицию цепочки, которая может быть разный путь проделанной в рамках схемы, то есть что-то с одного склада, что-то берется, что-то с другого, и вот тут сразу же происходит распределение, и формируется логистическая себестоимость по каждой партии перемещаемых запасов, и это позволяет сразу увидеть анализ плановой маржинальности. Вот поскольку это в одном цикле происходит, можно принять решение вообще о целесообразности выполнения такого заказа, более того, маржинальность оцениваем не по заказу в целом, а по каждой позиции, по каждой позиции цепочки, потому что некоторые цепочки могут оказаться настолько невыгодными, что они тянут как бы всю маржинальность вниз, и, соответственно, можно принять решение, там, предложить клиенту, там, какую-то альтернативу, либо вообще отказаться, либо позже, собственно, разделить отгрузку, там, на части, и как-то это удешевить, то есть что-то предпринять в виде пред глазами маржинальности, там, по заказу в целом, по каждой позиции в отдельности. Ну, и, наконец, согласно тарифам по продаже логистических услуг, о которых я говорила, у нас есть возможность частично хотя бы компенсировать нашу затратную логистику, маржинальность немножко выровнять и применить какие-то правила перевыставления, которые позволяют включить вот эту продажную историю в стоимость для клиента, да, финальную по продаже. Может быть, от затрат это сделать, может быть, сделать по тарифной базе, там, для клиентов, которые мы используем, об этом я тоже немножко позже расскажу. Вот, но еще немножко о том, как это все устроено. В дом реализованы механизмы, которые реализуют концепцию именно накопления логистических затрат, здесь вот такой поток нарисован, с информированием оперативной цены по сети, то есть на каждом узле мы можем в каждый момент времени оценить, по какой цене можно было бы продать этот товар именно с этого узла, с этого склада. Вот, немножко так, история на НКТР, да, похожа, то есть мы понимаем, с какого момента, да, мы, как бы, наша зона ответственности заканчивается и начинается там уже зона ответственности клиента, да, то есть до какого момента мы отвечаем за логистику, по сути дела. То есть первая часть посвящена вот этому накоплению, и есть, конечно, и вторая часть, это списание вместе с выбытием запасов. То есть как только у нас определяется вот эта точка разделения, точка отгрузки, с этого момента у нас происходит списание всего накопленного до этого узла. Вот, то есть это такой постоянно текущий процесс, когда у нас запасы двигаются и выбывают. Двигаются, развивают и, соответственно, при этом происходит все это движение всегда в два этапа. То есть сначала плановая оценка идет, здесь как раз нарисованы плановые затраты, они текут, и потом на каждом этапе их догоняет получение фактических затрат за транспортировку, за складские услуги из оперативных систем, то есть из ТМС и ВМС, и это все происходит путем распределения на перемещаемую индуклатуру. То есть план постепенно замещается фактом. Вот это идея. И вот благодаря этому подходу, этим механизмам в каждый момент времени из ТМС можно получить срез, состоящий именно из смешанных показателей, то, что в западных стандартах учета называется CROWS, то есть когда при закрытии периода к учету допускаются, скажем так, не первичные, а оценочные показатели плановые до момента поступления фактически. То есть у нас есть оценка, и у нас есть всегда некое такое смешанное, там, где есть факт, мы берем факт, там, где он еще не поступил, там план, но всегда имеем полную картину. Сколько там каждой цепочки. Стоимость приобретения при этом, да, ведь мы говорим о том, что мы двигаем не только историю с логистической себестоимостью, но и стоимостью товара, самая система товародвижения все-таки. Так вот, она сохраняется неизменной с момента появления товара в учете, то есть в нашей управляемой сети. И, в принципе, она может быть, конечно, переоценена со стороны учетной системы, например, если там какие-то виды затрат относятся на запасы, которые мы не учитываем, да, то есть мы ничего не можем не знать, к логистике это не имеет отношения, например. Вот, и, соответственно, таким образом у нас стоимость самих запасов может быть скорректирована. Мы же, как бы, храним историю логистическую, да, большей степени. Происходит это, причем как по доступным запасам, да, которые вот находятся на складах, там, в резервах, так и по ожидаемым. По сети это очень важно для следующих этапов их использования, то есть к ожидаемым запасам при планировании система обращается, ну, практически в точности как доступным, то есть уже с пониманием того, какая логистика нас ожидает вместе с этим ожидаемым запасом, да, если мы задействуем его для обеспечения какого-то заказа клиента, что тоже удобно. Но это позволяет вот этот колобок маржинальности и затрат катить непрерывно, то есть не имея провала, да, все время имея цельную картину. Ну, давайте рассмотрим, как в динамике происходит вот эта, да, оценка, продвижение стоимостных показателей вместе с материальным потоком. Вот на этой схеме, такой очень плотной, показаны различные стадии обработки заказа клиента, то есть состояние запасов до получения заказа, то есть он доступен. Потом происходит резервирование, причем оно происходит по сети, то есть где-то это резерв доступного, на узле отгрузки это резерв ожидаемого. Вот, потом происходит исполнение, то есть перемещение происходит и переход из одного там типа резерва в другой. И потом уже, соответственно, отгрузка. И запасы меняют состояние, вот как здесь показано. И в любой из этих моментов, как ни странно, ведь возможно дооценка, то есть вот эти механизмы должны позволить корректно отразить дооценки на вот эти фактические дельты, да, то есть отклонение факта от плана на любом из этих этапах. Вот, ну, давайте я перечислю, да, что тут входит. Это дооценка доступных запасов по последнему перемещению. Например, у нас была поставка от поставщика вот на первой стадии, доступный запас лег на склад, потом к нам приходят счета за транспортный затрат, если именно мы отвечали за доставку. Вот, происходит дооценка, они фиксируются и распределяются на, прямо-таки, на доступный запас, да. И аналогичным образом при последующих перемещениях также происходят эти дооценки. То есть, например, это может произойти по предыдущим перемещениям, то есть мы уже, например, готовимся отгружать товар клиенту, да, то есть мы уже на стадии готовности к отгрузке, и нам снова приходит, да, оценка еще стапа там поступления от поставщика, да. Поскольку у нас прослеживаемость есть цепочек поставок, их использование последующего в клиентских заказах, то мы, да, оценки проводим по всем стадиям. И даже если вот мы уже, скажем так, перепрыгнули перемещение, уже готовимся к отгрузке, то есть это уже как бы третье звено во всей этой истории, все равно, да, оценка возможна. В том числе, кстати, тут надо подчеркнуть, что происходит дооценка не только доступных запасов, но и резервов, да, как в этом случае. То есть мы зарегистрировали некие запасы уже под заказ, зарезервировали, и вот эти вот логистические затраты с предыдущих этапов все равно настигнут и отразятся в маржинальности заказа клиента, да, что тоже очень важно и такую корректность учета обеспечивает. Ну и финал, это когда уже отгрузка клиента состоялась, приходят факты у нас с предыдущих этапов, либо с перемещения ради этого заказа клиента. И вот на момент вот этого распределения мы уже корректируем только маржинальность этого заказа, то есть мы уже не запасы, да, оцениваем, да, а по сути дела маржинальность корректируем. Вот, к этому моменту есть, конечно, разные подходы в учете. Есть принципы, когда при закрытом периоде это уже не делается. И как раз дом может предоставить возможность среза в любой момент. То есть, например, если период еще не закрыт, мы добавляем вот эту, ну, скажем так, вот эти отклонения фактически пока продолжают приходить. Мы можем их продолжать передавать в учетную систему. А с какого-то момента мы можем остановиться, то есть мы можем закрыть эту историю, оставить вот это весь до конца учет в доме, да, в учетной системе как бы остановиться, закрыть период и остановить вот эту передачу этих документов, да, до оценки. А можно как бы до конца это делать. То есть здесь можно как бы на любом срезе остановиться, который принят в управленческом учете уже в учетной системе. Вот, какими документами это делается, там можно потом подробнее поговорить. Вот, ну и прежде чем мы перейдем сейчас к примеру уже практическому по дооценке, вот, которую я сейчас перечислила, давайте буквально пару слов о расчетах с клиентами, да, как в этой истории может дом помочь, как могут быть построены эти взаиморасчеты с учетом данных из дом. У нас есть различные, во-первых, возможности ценообразования и инструменты контроля маржинальности, да, я уже о маржинальности много говорила. Вот, даже если стоимость товаров для клиентов у нас формируется по фиксированным ценовым соглашениям, вообще она формируется, может быть, в учетной системе, в СРМ-системе, да, то есть это, скажем так, ценообразование для клиентов, там, система скидок, программы лояльности, это как бы не совсем наша история. Но дом здесь поможет, скажем так, сравнить цены продажи с реальной стоимостью приобретения, причем очень подробно, то есть с учетом тех конкретных там порций, партий, запасов, которые были задействованы под обеспечение конкретного заказа, да, то есть это большое дело, когда у нас есть такой детальный учет, то есть мы четко понимаем, какие партии под какие заказы задействованы, и у нас есть такая реалистичная картина маржинальности, тем более, что стоимость приобретения могла быть различной, плюс накопленная логистика тоже могла очень-очень сильно отличаться, да, для полпартии безопасности, даже если цена у них близкая самого товара, в результате всех перемещений могли быть разные ситуации, и на итог здесь возможно включение в счета клиентам стоимости доставки, как я уже говорила, по тарифам продажи, то есть мы можем ввести эту тарифную базу, имея в виду вот некую корректировку маржинальности, то есть мы ее немножечко поправляем с помощью тарифов на доставку на последнее плечо, это как бы самый простой вариант. Более сложный вариант – это полное или частичное перевыставление нашей расходной части, то есть мы решаем, что с каких-то этапов в пропорции к тому объему, который под клиентский заказ шел, мы вот эти затраты буквально включаем в счет клиента, может быть, даже в цену, и мы об этом там не рассказываем, да, то есть это какая-то такая включенная наценка, может быть, отдельной суммой. Некоторые компании настолько прозрачны, да, что они, этапы даже внутренней логистики готовы в явном виде перевыставлять клиента, говорят, да, мы здесь заказывали фуру, да, действительно, вашего груза была половина, и мы вам половину выставим, в том числе вот в общем счете, вот. И вот этой всей истории как раз можно с помощью дома управлять и передавать эту же учетную систему для выставления счетов как бы отдельными суммами. Это товары, это услуги или какая-то там синтетика с маржинальностью. Вот. Ну, давайте к практике перейдем. Я покажу некий небольшой пример в системе. На этой схеме показано у нас текущее состояние логистической сети. У нас имеется уже заказ на продажу от покупателя. Есть доступные запасы. Они были пополнены в результате закупки у поставщика. Вот. И потом они были зарезервированы под конкретный клиентский заказ. Вот. Здесь потребность была 510. И мы зарезервировали часть на складе отгрузки и часть на центральном складе в Новосибирске, включая вот это поступление от поставщика. Что-то там было. Вот 120 штучек. 600 поступило от поставщика. Половину мы зарезервировали под вот этот заказ. И как бы вот эти запасы, они, естественно, имеют стоимость приобретения. Каждая порция какую-то свою имеет. И имеют вот эту накопленную уже логистику, которая образовалась от поставки. Так. Ну, давайте смотреть уже тогда систему. Так. Вот. Так. Вот те самые заказы. То есть у нас заказ на закупку уже выполнен. По нему можем посмотреть распоряжение. Это было распоряжение, вступление от поставщика. И оно уже имело некую стоимость. Оно, собственно, сама доставка вот этих там 10 палет стоила 6 тысяч рублей от этого поставщика. И есть заказ клиента. Он уже тоже, схема по нему сформирована. Она состоит из... Давайте я уберу резерва. Вот. Она состоит из перемещения и отгрузки. Сейчас по отгрузке мы посмотрим вот эту структуру. То есть как мы набрали те самые позиции цепочек, чтобы заказ обеспечить. Вот. 120 штучек мы взяли в Новосибирске, которые там были. 300, это половинка того, что поступило от поставщика по последнему вступлению. И мы еще задействовали доступные запасы на Барнауле на складе отгрузки. Вот склад отгрузки у нас барнаульский. Вот. И, соответственно, источники здесь... То есть тип у нас везде перемещения. Мы повсюду тут перемещаем какие-то запасы. И вот в Новосибирске мы доступные используем. Вот. Если перемещение посмотреть, то, соответственно, здесь вот эти две цепочки. Они тоже из доступного. Почему они разные? Потому что это разные партии. У них разные сроки вступления. И мы сейчас это в отчете тоже увидим. Соответственно, разная на них и стоимость тоже находится. Так. Давайте посмотрим, как выглядит отчет. До начала все истории, когда мы только все зарезервировали. Сейчас его переформируем. Так. Вот. Значит, на Новосибирске картина выглядит следующим образом. То есть у нас на доступном осталось 300 штучек. И накопленная логистика 3000. И мы зарезервировали половинку с той же накопленной логистикой. А 120 штучек у нас здесь было по результатам некой инвентаризации. Но и про логистику ничего не знаем. Вот. И стоимость самих запасов тут тоже есть. Вот. Вот этот резерв у нас под клиентский заказ. Он у нас номер 11. А теперь посмотрим, как картинка выглядит на Барнауле. То есть это склад отгрузки, куда мы перемещение ожидаем для того, чтобы выполнить клиентский заказ. То есть если мы схему посмотрим, то мы видим, что вот это распоряжение на перемещение, оно полностью обеспечено. То есть все доступно. Вернее, уже в резерве доступного, готово к отгрузке. И вот эти резервы при выполнении, они спишутся как количественно, так и по стоимости. Вот. Сама отгрузка покупателя частично обеспечена. Почему? Потому что... Вот так вот можно показать. Потому что, соответственно, у нас вот эти позиции ожидаются. И доступно только 90, поэтому частично обеспечено. Весь заказ у нас, кстати, обеспечен. То есть мы нашли полное решение. Ну вот, теперь давайте посмотрим, как в Барнауле выглядит ситуация. Мы сейчас с вами на стоимость именно обратим внимание. То есть вот здесь у нас то, что мы ждем. И теперь по какой стоимости логистической мы это ждем. Общая стоимость здесь 21 600 рублей. Как это получилось? Как это случилось с нами? Значит, здесь мы видим, что стоимость услуг по перемещению это 18 600 рублей. 18 600. Теперь вопрос. Почему 21? Потому что 3 тысячи были захвачены у нас от предыдущего перемещения, от поставщика. То есть если мы сейчас опять-таки в Новосибирск вернемся, мы найдем эти 3 тысячи. Вот они. То есть это затраты, унаследованные с предыдущих этапов перемещения, то есть от поступления от поставщика. То есть получается сумма перемещения по... Сумма затрат на перемещение плюс затраты накопленные нам дали 21 600 на складе отгрузки. И еще раз. Вот так. Да, то есть 20 600. Ну что, дальше, в общем-то, должен быть закономерный вопрос, а где же вот эти затраты на доставку клиенту? Эти затраты будут отнесены на эти партии товаров в тот момент, когда они прибудут на склад отгрузки, тогда полностью вот эта сумма 4 320, она будет отнесена на вот эти партии запасов, что уже сделано по доступным вот этим 90, да. То есть 762 рубля, то есть можно прям посмотреть распоряжение отгрузки. У нас полностью, я уже говорила, что распределение, оно прям в момент планирования происходит. То есть можно по каждой позиции вот здесь посмотреть стоимость услуг конкретно этого сегмента перемещения и стоимость услуг, накопленную с предыдущих этапов, причем включая как захваченные с предыдущих перемещений, так и вот в рамках этой схемы, да. То есть если вот тут смотреть на перемещение, да, то тут мы увидим, что по этой позиции, видите, стоимость услуг и стоимость накопленной, они равны. То есть у этой позиции никакой истории, предыстории не было, то есть это первое ее в жизни перемещение, которое дало какие-то логистические затраты. А вот здесь разница в 3000, как раз которые были захвачены, с 13-16 тысяч, вот так эта вся история работает. То есть по позициям цепочек перемещаются вот эти затраты. Собственно, сейчас в чем заключается эксперимент, который я хотела продемонстрировать, и уже будем переходить к вашим вопросам. Мы перейдем сейчас к поставке от поставщика по заказу на закупку и зарегистрируем там фактически затраты, посмотрим, как это повлияет на заказ клиента. Прежде чем я это сделаю, давайте я запущу отчет по маржинальности вот этого заказа на продажу. Как я уже говорила, у нас оценка маржинальности прямо идет по позициям цепочек, то есть видно каждые 120 штучек, 300 и 90, какая у них получилась маржинальность. В этом отчете, кстати, очень подробно видна структура логистической себестоимости, то есть здесь есть плановые услуги, вот эти 22, 920, да, это полная стоимость по схеме, включая доставку самому клиенту. Накопленные вот эти 3000, индикативно у нас цена себестоимости считается, да, по каждой позиции цепочки. И маржа в абсолютном процентном выражении, она рассчитывается от стоимости продажи, которая у нас в заказе клиента там по продажной цене фиксируется. И еще у нас есть стоимость услуг по продаже, где она находится, еще давайте демонстрируем. То есть в отгрузке клиенту в разделе финансы у нас есть такой переключатель покупка и продажа, то есть по покупке мы нашу расходную часть рассчитываем, по продаже у нас есть по, соответственно, клиентским тарифам, да, рассчитана стоимость доставки. То есть чуть-чуть выше мы ее делаем, чем нам это стоит. И вот это нам позволяет здесь немножечко, опять-таки, улучшить показатели маржинальности, то есть все, что по продаже, минус себестоимость товаров, то есть стоимость приобретения и логистическая себестоимость. И так формируется вот маржа в этом отчете. Сейчас мы, собственно, произведем дооценку и немножечко маржу ухудшим. То есть по поступлению от поставщика, то, что я сейчас буду делать, я сейчас буду регистрировать факт логистических затрат, которые у нас традиционно должен, конечно, стимулез приходить. То есть мы просто моделируем эту ситуацию, что вот нам пришел такой замечательный документ, там, может быть, какой-то перевозчик у нас даже. Ну, скорее, как правило, да, в схеме СИЭМ здесь контрагентом выступает там либо внутренней логистической компанией, ну, то есть мы же сами, кто обеспечивает логистику. Либо там внешне у нас какой-то, может быть, провайдер, который этим занимается, там, холдинговая компания, как правило, это какое-то внутреннее логистическое подразделение, которое этим занимается. И, скажем так, остальные компании выставляют вот эти самые счета. Так, ну, вот я 8 тысяч сделала, да, то есть на 2 тысячи у нас факт будет больше, чем план. Здесь распределение очень простое, на самом деле, да, если посмотреть, то что у нас произошло. То есть на полное количество, на 600 этих штучек у нас распределилось на 100% 8 тысяч рублей. Если бы здесь какая-то структура была сложная, то распределение было бы там пропорционально массе, массе плюс объема, то есть вот эти все базисы у нас есть. Вот, и проводим его. Система находит, вот в момент вот этого распределения, там вся интеллектуальная история происходит, система находит незакрытые позиции цепочек, которые где-то находятся на доступных запасах. Вот, кстати говоря, интересно, что здесь у нас в Новосибирске, вот видите, здесь было по 3 тысячи, стало по 4. То есть вот эта дооценка произошла как по доступному запасу, так и по резерву доступного, и это сразу же мгновенно отразилось на плановые маржиналисти. Здесь вы можете спросить, почему на плановые, а не фактические, потому что это были унаследованные расходы. У нас есть отдельный отчет по фактической маржинальности заказа, который отражает, работает с фактом именно по схеме обеспечения вот этого конкретного заказа клиента. Да, все, что из предыдущих перемещений, да, у нас все равно идет в плановую, да, то есть у нас постоянная комбинация этих показателей присутствует. Вот, вот такой пример, если сейчас еще по нему какие-то вопросы будут, то мы можем их обсудить, поэтому давайте, наверное, и переходить к вопросам. Продолжение следует...